На автодроме Moscow Raceway завершилась первая в России 24-часовая гонка на спортивных классических автомобилях – Classic 24. В четырех зачетах на старт вышли 24 экипажа. Это были «Волги», «Жигули», «Москвичи» и «Иномарки» не моложе 1989 года выпуска. В каждой команде состояло от четырех до шести пилотов. Притом места за рулем заняли как молодые спортсмены, так и достаточно именитые гонщики – Алексей Савин, Леонид Панфилов, Татьяна Елисеева и Алексей Васильев. Старт был организован в духе классического лимана. Автомобили выстроились елочкой и после взмаха российского триколора отправились наматывать километры. Смена пилотов проходила каждые 40 минут. Гонка, ожидаемо, оказалась непростой. Запомнившись десятками пидстопов, сотнями стертых покрышек, тысячами литров израсходованного топлива и, конечно, фантастическими нагрузками на автомобили, экипажи и организаторов на протяжении всех 24 часов. Наравне с марафонами в Лимане, Спа, Нюрбурге и Дайтоне, «Классик-24» вошло в число наиболее сложных и напряженных стартов. Экипажи преодолели свыше 2000 километров – это расстояние от Москвы до Тюмени. А победили команды, проехавшие большее количество кругов за 24 часа. Первым финишную черту пересек экипаж на автомобиле «Мазда-323» в составе Константина Квашина, Василия Владыкина, Давида Погасяна и Антона Надежкина. За 24 часа автомобиль проехал 513 кругов – это более 2000 километров. Экипаж выиграл зачет «Туринг Мондиал». Победителем гонки в классе «Абсолют СССР» и обладателем главного приза стал экипаж Дениса Мысачева, Владимира Панкевича, Алексея Васильева, Ивана Трофимова и Максима Кадакова. На автомобиле «Москвич Иш-412» пилоты преодолели без малого 2000 километров пробега. В зачете «Жигулей» первое место занял экипаж на классической копейке ВАЗ-2101. Седан по очереди пилотировали Николай Шапошников, Екатерина Шапошникова, Александр Львов, Артем Фридман и Никита Галишев. Наконец в классе «Волга» обладателем золота стала пятерка гонщиков на 24-ке. Николай Борододымов, Руслан Толоконников, Иван Коновалов, Андрей Чесноков, Денис Самсонов. Как отметили представители команд, такой 24-часовой опыт просто необходим всем спортсменам и механикам. Ну а первый старт гонки «Классик-24» прошел организованно и гладко. С дистанции сошел лишь один экипаж. С дистанции сошел лишь один экипаж.